Всем привет! Многие знают, что я создал нормальную интригу на тему того, что же я хочу приобрести вместо M3 F80. Но, к сожалению или к счастью, как только я приобрел этот автомобиль, мне пришлось улететь в отпуск. Поэтому две недели я, в принципе, пропадал, и в инстаграме мне все писали, Макс, ну когда же ты покажешь свою машину? И как только я приехал в Москву, я думал, сейчас сниму я ролик про нее. Но, к сожалению, у меня достаточно много накопилось дел и по машинам, и по работе. Поэтому процесс затянулся, я заранее извиняюсь. Но вот сейчас, в этом ролике, я вам расскажу, что же я приобрел и почему. Но помимо этого вопроса, люди в инстаграме мне также часто писали свои варианты. Что они думают, я бы приобрел себе? Так давайте пройдемся по тем вариантам, которые писали. BMW M5 F90 – это действительно крутая машина. У нее крутой потенциал тюнинга, у нее крутой потенциал даже в стоке, у нее отличный комфортный салон. Но я на этих машинах проехал уже достаточно много, конкретно на этом экземпляре и на других M5. Именно поэтому какого-то эффекта вау и какого-то непреодолимого желания приобрести эту машину у меня нет. Плюс ко всему, внешность у нее достаточно скромная, как по мне. Для молодого парня хочется что-то более яркое, тем более уж из подразделения BMW M. А там есть что выбрать. Второй популярный вариант – это была M3, M4, G80, G82. И да, вы были правы, я очень хочу этот автомобиль. Но есть один большой минус – это цена. На данный момент они стоят в районе 10-11 и выше миллионов рублей. И, к сожалению, таких денег пока что у меня нет. Но когда-нибудь я обязательно вернусь к этой машине и куплю ее в том конфиге, в котором я бы хотел ее видеть обязательно на ковшах в салоне. Также нередко звучал вариант с X5, X6. Да, хорошие машины, но в моем понимании кроссоверы не бывают классными. Я какое-то время владел X3. Я ездил на огромном количестве кроссоверов и, честно говоря, только в одном кроссовере, как по мне, была удобная посадка. А во всем остальном я не вижу приколов в этих машинах. Если это M, то она какая-то неполноценная, не дарит нужных эмоций. Если же это гражданская машина, да, она хорошая, особенно в дизельном исполнении. Но она могла бы быть поинтересней. Именно поэтому я пришел к варианту, который я приобрел. Но прежде чем вам его показать, я бы хотел рассказать про то, что это была самая сложная покупка автомобиля в моей жизни. И не только потому, что этот автомобиль тяжело найти или подобрать комплектацию, а потому что у него была одна очень критичная ошибка. С момента продажи мной M-ки я уже посмотрел за неделю два автомобиля. И сейчас смотрю третий. И скажу честно, я его смотрел еще вчера. Я приглашал Владимира Потанина, который вдоль и поперек изучил эту машину. И там есть вопросы, которые меня сильно напрягают. Но переспав ночь, я понял, что все-таки стоит отвезти эту машину к ребятам в KK, как всегда, без машины и все равно в сервисе. И продиагностировать этот момент. Что за момент? Перегрев двигателя. Как мы знаем, автомобили с этой ошибкой лучше не брать, потому что можно попасть на огромные бабки, можно попасть на огромный нервяк. Но я же конкретно этот экземпляр верил. И поэтому мы договорились с владельцем, что ищем проблему. И если мы до отпуска находим, в чем была проблема, и автомобиль полностью становится исправным, я его забираю. Но, как мы уже поняли, там какая-то проблема с охлаждением именно. И я надеюсь, что это просто забитые радиаторы. Ну, походу, с этой машиной у нас не сложилось. Проблема не была выявленная, а покупать кота в мешке дорого и неинтересно. По итогу, за день до отпуска выяснилось, что в этом автомобиле была небольшая исправность в виде клапана, который стоил 2-3 тысячи рублей. Но перед этим пришлось поменять уже достаточно много всего. И прошлый владелец это сделал. По итогу, поменяв этот клапан, антифриз стал должным образом попадать в помпу. И машина перестала ловить эту, ту самую нелепую ошибку. Чтобы вы понимали, перегрев был не лютый. Перегрев это, ну, машина умная. И она показывала, как только доходила до минимального значения температура. И, слава богу, мы эту проблему решили. И машина оказалась полностью исправной. А теперь же давайте я вам покажу, что я приобрел. Это BMW 7 серии. Ну, что, не успел вернуться с отпуска. Сразу же проделали огромное ТО на 130 плюс тысяч рублей в KK Performance. Как только мы его приобрели через полдня, я оставил его в KK Performance, так как уезжал в отпуск. И ребята на протяжении двух недель делали базовые вещи, которые надо сделать с любым БО-автомобилем. Замена масел, фильтров, каких-то вещей, которые, в принципе, устали, типа передних рычагов и так далее. Короче, машину полностью обслужил. Намыли подкапотку попутно. Потому что там у меня текли обратки форсунок. Там была жидкость под крышечкой. Теперь все капец как новое. Это B58 3 литра. Дизель, две турбины. И вырезали всякий ненужный хлам, который я не понимаю. Надо будет его выкинуть. Только забрал машину из KK, сразу же поехал на сход развала к Климу. Кстати, Климси купил вот такую четверку. Потому что, ну, поменяли передние рычаги. Плюс, в принципе, надо машину полностью обслужить, чтобы знать, что у нее с развала все хорошо. Поэтому залетели. Плюс ко всему я, конечно же, начал химчистить салон. И, честно говоря, я был немного шокирован. Я впервые в жизни настолько грязный руль чищу. Я понимаю, детейлеров сейчас ничем не удивить, но я уже в третий раз прохожусь локально по рулю. И глянец только вот уходит. Он как будто бы какой-то слой пленки. Это такая дичь. Короче, следите за своими рулями. Смотрите, как он выглядит тут. И смотрите там, например, где я прошелся еще мало. Уже лучше, но все равно это дичь. И после того, как салон был начищен, автомобилем можно наслаждаться. Для чего я купил эту машину? Да, никогда в жизни у меня не было машины подобного класса. У меня были спортивные машины. У меня были, блин, Жигули. У меня были BMW разные. У меня были иксы. Короче, были абсолютно разные машины. Но на люкс автомобиле я перемещался только краткосрочно. В такси или на съемках. В личном же владении этого автомобиля не было. Поэтому хотелось попробовать чего-то нового. И это новое, это семерка в максимально крутой комплектации. Тут не хватает только пару мелочей, типа расширенной кожи, приборки и так далее. Но все остальное в максимальном жиру. Массажи, вентиляции, экраны везде и так далее. И, кстати, это машина Long. И вы скажете, Long же это машина для босса, чтобы ты сидел сзади, а спереди тебя возил твой водитель. Но в данном случае Long это показатель максимально хорошей комплектации. Прежде всего я, естественно, искал коротыша. Но по итогу поисков я понял, что коротыш в хорошей комплектации это очень редкая вещь. Но посоветовавшись с разными людьми, я понял, что если уж брать максимальный жир, то надо взять и Long, чтобы пассажиры сзади максимально кайфовали. А эти 20-15 см разницы меня и не парят. Как бы машина и так огромная, поэтому уже наслаждаемся по полной. Попробуем, что это такое, и поймем, что такое тяжелый люкс в каждодневе. Но, честно говоря, могу сказать сразу же, что разница ощущается в том, что теперь я не жалею пробег, потому что у меня трехлитровый дизель, таких машин полно. И я знаю, что в любой момент, в любую часть страны можно поехать и не париться о пробеге. Чего не скажешь об М-ке, потому что М-ку все-таки было жалко, она машина для души, и лишний раз на ней долбить не хотелось. И еще один ништяк этой машины – это ее цена. Знаете, в истории автомобилей есть такая тема, что, выпуская какую-то модель, производитель иногда в чем-то ошибается, за счет чего машина становится, грубо говоря, косячной и падает в цене на вторичке. Например, Каена на определенных моторах. Да, все знают, что там моторы задиристые, и нафиг их брать. Например, BMW с моторами 4.4, какие-то конкретные модели, которые все никогда не берут, но при этом она выглядит действительно круто и реально премиальная машина. То есть, если вам повезет, какое-то время вы сможете поездить на этой машине, не вкладывая бабки, а потом вы туда вкинете достаточно солидную сумму. Поэтому цена падает. Но есть машины, например, вот эта, которая не имеет никаких косяков, у нее огромный ресурс, я более чем уверен, она проведет 500 тысяч километров и не будет особо делать мозги. Просто надо будет ее должным образом обслуживать, и все. Это один из огромнейших плюсов дорестайлинговой семерки. Рестайлинговая же уже семерка стоит в два конца больше. Это уже ощутимо, именно поэтому я выбрал дорест, но на М-пакете и на максимальном жиру. И поездив на этой машине уже 400 километров, могу сказать, что здесь есть фишки, которых в М-3 просто нет. Например, один бак топлива – это тысяча километров. Блин, это нереально круто, но пофигу, это старперские такие загоны. На этой машине не ощущается скорость за счет того, что здесь пневмоподвеска, ты проезжаешь все неровности. Короче, ты в принципе в среднем режиме едешь быстрее, потому что у тебя неровности не парят. Плюс ко всему, скорость здесь не ощущается, потому что здесь в принципе тише в салоне. В этом есть свои приколы, но главная фишка – не здесь. Оп, доводчики. Ну и помимо того, что я хотел приобрести этот автомобиль, потому что подобного класса авто у меня никогда не было, и мне хотелось поездить на чем-то подобном долго, есть еще одна причина. Эта причина лежит сейчас в багажнике. Фаркоп. Вы скажете, ты совсем постарел? И отчасти вы будете правы, а отчасти нет. Короче, я хочу, представьте картину, ехать на максимально стильной семерке на тапочках, в пленочке все это предстоит ей. С торчащим фаркопом. К фаркопу прицепленным лафетом. Лафет – это такая штуковина, на которой можно легально возить любой автомобиль самому по миру. На нем будет стоять корч, и я буду легально ехать на соревнования, в которых я хочу занимать призовые места. И соревнования – это, наверное, та вещь, ради которой, собственно, я и устроил все эти перемены. Честно говоря, хочется себя попробовать в каком-то полупрофессиональном или профессиональном спорте. Посмотреть, что я могу. Попробовать для себя что-то абсолютно новое. Потому что в жизни, честно говоря, поймался какой-то застой. Да, М-ка – это классно. Да, М-ка раздает боком. Но это все равно не те эмоции, а может быть и те эмоции, но которые уже слишком приелись, хотелось чего-то нового. Именно поэтому я сделал вот такой вот необычный экспириенс. Я надеюсь, вы меня поймете. Автоспорт из моей жизни не уходит. М-ка у меня когда-нибудь обязательно будет. Но я хочу попробовать что-то кардинально новое в своей жизни. И это что-то новое. Это семерка плюс лафет, плюс корч. И я залетаю на тумбу. Короче, всем спасибо. До новых встреч. Я обязательно буду рассказывать, что я делаю с семеркой, что я делаю с корчом. А дальше посмотрим, куда она занесет жизнь. Потому что жизнь, как мы видим, непредсказуемая штука. Ну и хотелось бы добавить, наверное, еще одно небольшое послесловие. Помимо того, что у меня новый автомобиль, у меня будет новая категория в правах, на которой я сейчас учусь. Это что-то новое для меня. Это какая-то взбучка по жизни. Поэтому жить стало на данный момент конкретно интереснее. Я получаю категорию BE, после чего я хочу приобрести лафет. Кстати, лафет мне очень показалось просто купить по адекватным бабкам. Поэтому если у вас, может быть, есть лафет, или, может быть, кто-то из знакомых продает, я с огромным удовольствием его куплю. Пишите, а дальше поговорим.